Откладывайте на завтра лишь то, что вы не хотите завершить до самой смерти. Пабло Пикассо, испанский и французский художник, скульптор и дизайнер. Продуктивная работа – это когда ты делаешь много дел за короткое время и при этом результат получается хороший. Это означает, что ты эффективно используешь свое время и усилия, чтобы достигнуть поставленных целей. Важно также заботиться о своем физическом и эмоциональном благополучии, чтобы быть на пике эффективности. В итоге продуктивная работа помогает достичь успеха и чувства удовлетворения от своей деятельности. Вот вам пять простых способов, как быть продуктивным и при этом не выгореть на работе. Чтобы работать эффективно, важно выяснить, когда у вас самый высокий уровень энергии и концентрации, то есть ваше самое продуктивное время. Это может быть утро, день или вечер. Когда вы определите этот период, старайтесь распределять свои важные и сложные задачи именно на этот временный отрезок. Так вы сможете использовать свои силы наиболее эффективно, делая самые значимые вещи, когда ваш ум и организм находятся в наилучшей форме. Планирование на самом продуктивном времени поможет вам быть более результативным и успешным в ваших усилиях. Когда перед вами стоит огромная и пугающая задача, полезно разбить ее на более мелкие части с определенными сроками выполнения, которые называются дедлайнами. Такой подход делает сложное дело более управляемыми и поэтапными. Вы фактически разделяете большую задачу на несколько более маленьких, легче управляемых шагов. Каждый этап становится своего рода мини-целью с собственным сроком завершения. Это не только помогает вам наблюдать за прогрессом, но и помогает избежать чувства перегруженности. По мере того, как вы успешно завершаете каждый этап, вы приближаетесь к окончательному выполнению всей задачи, чувствуя уверенность и контроль. Для более эффективной работы стоит разбить свой день на периоды активной деятельности и короткие перерывы. Например, вы можете работать в течение 50 минут, а затем предоставить себе 10-минутный перерыв. Это называется техникой помидора. Такой подход позволяет вам сосредотачиваться на задаче в течение определенного времени, избегая усталости и потери внимания. Когда вы уделяете ограниченные периоды времени конкретной задачи, вы можете более эффективно использовать свою энергию. Кроме того, регулярные короткие перерывы помогут вам отдохнуть и поддерживать высокий уровень производительности на протяжении всего дня. Чтобы избежать постоянных отвлечений от выполнения важных задач из-за телефона, рекомендуется отключить уведомления во время работы. Это означает, что вам не будут приходить сообщения или звонки, мешающие вам каждые 5 минут. При выполнении важной задачи необходимо быть полностью сосредоточенным и отключение уведомлений поможет вам избежать лишних разговоров или уведомлений, которые могут отвлечь. Таким образом, вы сможете более эффективно использовать свое время и довести задачу до конца, не теряя фокуса из-за постоянных прерываний. Чтобы лучше организовать свой рабочий день, старайтесь уделять особое внимание первым и последним 15 минутам своего рабочего времени для планирования задач. В начале дня это позволяет вам взглянуть на предстоящие задачи, выделить приоритеты и спланировать, каким образом вы их будете решать. Это создает своего рода маршрут, который помогает вам более структурированно приступить к работе. С другой стороны, в конце рабочего дня эти 15 минут можно использовать для оценки проделанной работы, проверки выполненных задач и создания плана на следующий день. Это помогает вам осознать, что было сделано, и подготовиться к предстоящим вызовам. Такой подход помогает поддерживать организацию и эффективность в вашей работе, что в конечном итоге способствует достижению поставленных целей. Будьте эффективны и берегите себя!